Неподалеку от Кубинского аэродрома с Мигами и Сушками располагается небольшая взлетная полоса. Со спутника ее хорошо видно. Практически каждые выходные здесь собираются авиамоделисты. Как только военные самолеты и вертолеты прекращают свои тренировочные полеты, в небо поднимаются их миниатюрные собратья. Это первые полеты в этом году. Погода удачная, единственная проблема – трава. Ее не успевают косить, чтобы шасси модели не утопало в одуванчиках. В течение дня с этой взлетной полосы в небо поднимутся несколько десятков различных самолетов. Аэропланы, самодельные истребители времен Второй мировой, спортивные модели, планеры. Авиамоделирование сегодня – это хобби, доступное каждому. Хорошую модель можно приобрести за 7-9 тысяч. Главное, чтобы была полоса для взлета. Традиция, как правило, собираемся мы в начале лета, весной. И здесь полеты проходят до поздней осени. Многие из этих людей – летчики. Завершив карьеру в большом небе, пересаживаются на модели. Аэродинамика реального самолета и небольшой модели схожи. Единственное отличие – скорости разные. Хотя сами авиаторы признаются. К ним присоединяются и люди более приземленных профессий. Интересная особенность. Среди них много музыкантов. Разнопрофильные люди. Да, кто и бывшие летчики, которые летали в авиации. И люди, которые просто любят авиацию и увлекаются, соответственно, что можно только покупая или строя своими руками такие модели, создавая. И здесь уже практически полеты показывают свое мастерство. Главной тенденцией последних лет стали полеты с камерами. FPV – First Person View или полеты от первого лица. Многие считают, что FPV-полеты гораздо интереснее, чем обычные полеты на авиамоделях. Вот такой планер с камерой на борту может улететь от взлетной полосы на 10 километров. На модели устанавливается видеокамера и происходит реальный полет. То есть это аналог к современным беспилотным летательным аппаратам. То есть данное направление очень перспективно. И я считаю, что его надо развивать в нашей стране. Все оборудование китайское, как и большинство моделей. Но зато абсолютно доступное. И что самое интересное, не запрещено. Такой планер – отличный инструмент для шпиона-любителя. Никто это не скрывает. Олег недавно установил на свой планер камеру. Говорит, что не пожалел. Успел облетать всю округу. Как многие авиамоделисты, он начинал еще в детстве. Кружки авиамоделирования в то время были на высоте. Сегодняшним авиаторам приходится самостоятельно пробираться через поле с граблями. Советской школы моделистов давно нет. Ну я еще в детстве, в принципе, занимался. Когда еще были пионерские эти самые кружки. Там я где-то года два ходил, занимался. Потом в авиации я служил. 20 лет. А сейчас, в следующем году, ну вот год назад что-то делать нечего было. Решил вспомнить. Сюда привозят сразу по несколько моделей. После зимы навык теряется. И зачастую первый полет в новом сезоне заканчивается падением. Очень часто к виражам в небе присоединяются местные птицы. Это либо соперничество, либо птицы принимают модели за своих. Каждые выходные, вплоть до поздней осени, как только военные прекращают тренировочные полеты, авиамоделисты поднимают в небо свои машины самой малой авиации России. Георгий Алышев, телекомпания Одинцова.